А теперь обо всем подробно. Ночной пожар разбушевался в магазине техники в торговом центре Витальевске. Огонь охватил здание моментально. Всего за пару часов дорогостоящая электроника превратилась в утиль. Также есть пострадавшие и среди людей. С самого утра владельцы соседних павильонов устраняют последствия пожара и пытаются спасти свои товары. Тему продолжит Дарья Морева. Еще вчера здесь стояла новенькая бытовая техника, а сегодня только обугленные каркасы и килограммы сажи. Посреди ночи в магазине Эльдорадо в торговом центре разыгрался сильнейший пожар. Огнеборцы приехали быстро, но шансов спасти из огня хоть что-то практически не было. В одно мгновение беленькие холодильники и стиральные машинки превратились в утиль. Из пострадавшей и среди людей мужчину, предположительно охранника, госпитализировали. Он отравился угарным газом. Несмотря на то, что пламя бушевало только в магазине техники, последствия коснулись всего торгового центра. С самого утра владельцы салонов пытаются отмыть витрины, подсчитать убытки и спасти то, что еще подлежит продаже. А продавали здесь в основном свадебную атрибутику. Нарядные платья, аксессуары и нижнее белье. По традиции все в белом цвете. По крайней мере оно таким было до роковой ночи. Оксана Каспирович приехала к торговому центру одна из первых, чтобы спасти свое детище. Но не смогла. Здание оцепили до самого утра. Теперь ей только остается подсчитывать убытки и пытаться привести салон в порядок. Все аксессуары, то, что белое, бархат, замша, оно все не продать вышло. Все, это запах, это гай. И так вот практически на всех витринах. Нижнее белье, все белое, там что висело. Это стропа, конечно. По соседству стоит другой павильон с товарами ручной работы, который пострадал не меньше. Из-за копоти аксессуары почернели и впитали неприятный запах. И привести их к товарному виду будет практически невозможно. Да и смастерить новые у владелицы не получится. Все материалы хранились на рабочем месте. Некоторые товары забирала домой, чтобы привести их в порядок и доделать что-то. Ну вот то, что домой унесла, с тем я и осталась. А все остальное сейчас просто не подлежит продаже. И это не восстановишь ничем. Готовых товаров только было более 300 тысяч. И это еще минимальная сумма. Сейчас собственники рассчитывают только на одно – компенсацию и помощь администрации торгового центра. Общаться с нами на камеру представители не пожелали, ссылаясь на занятость. Да и сами владельцы сейчас больше заняты спасением своих товаров. И пока одни отмывают сажу, другие уже готовятся к переезду на новое место. Сейчас ночью нам тоже написали, что горит Виталиевский, там что происходит. Что вроде как Эльдорадо. Мы тоже перепугались у нас. Трудовые отряды. Все бумаги, документы, документы, документы. Ну, паспортные данные, естественно, это все. Говорю, все на детей. В общей сложности огонь охватил 100 квадратных метров. Потушить его удалось только в 3 утра. Оценивать общую сумму ущерба пока никто не берется. Скорее всего, счет пойдет на миллионы рублей. Да и причины пожара тоже пока неизвестны.